Сегодня не грешен, создавая Господи, помилуй меня, Беще Славис, и грешил Господи, проси меня, не грешен, не помилуй. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, сущий на гробе живот даровал. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и в обители веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Ощи всех на Тебя, Господи, уповарь, и дайши пищи, благослови времени, отверзайши крещеную руку, исполняй всякое животное благоволение. Аллилуйя, аминь. Так, по главности у нас тут считать будем, главный Владимир Александрович, тебя как величать-то? Юрий Алексеевич. Алексеевич, ну, тебя, честно говоря, галина, это так. Бабушка поздоровала, когда падать будешь, где-нибудь, вот он зовут тебя космонавтом. У нас на корабле был один, и дежурил смотреть, как там разгрузка идет-то. Ну, молодой, совсем юнга. И заснул, и упал, и обжелезную, то есть железо всего это, упал, и стукнулся. Какой-то латыш был. И вот так космонавтом сразу и прозвали. Значит, сегодня у нас, если не ошибаюсь, 3 июня 2021 года, и кажется, четверг. Ну, вот, Владимир, что он сегодня наготовил нам? Катрули, что здесь? Суп. С чем? Картошка. С картошкой, ну, там, пшенка. Ну, ясно дело, тут сегодня банка молока. На рыбной основе. На рыбной основе. Простокваша, а это? Это каша пшеничная. Вот какая еще, смотри-то. А это что у тебя? Это чай. Чай со смородиной. Со смородиной, у нас беда даже их листики, посмотри-то, на лоно. Так, ты чем занимался? Сядь, ты правильно, ты не крутись. Прополол? Чеснок прополол в грядку. Проверить тебя нельзя, мы верим тебе. Ты честно, еще надо. Можно проверить. У нас так, кто не хочет трудиться, тот и... Не ешь. Не ешь. Так заставлять не будем работать. У нас такое было, не хотел работать, но за стол садиться, а его нет. Он стоит, орет, работать хочу. А до этого никак не хотел. Ребенок. А тут работать хочу, а как он заставляет? А никак. Мне это выгодно, когда вы не будете работать. А вам не выгодно. И все. А я дам траву рвать, где вокруг тела. А кому-то не дал щепки собирать. Посильно он должен 10 пальчиков научиться шевелить. Они сами за мной бегают, дай работу. А то бьются с детьми и ничего не хочет делать. Чашки мыть, не хочет там. Так, чем я занимался сегодня? В первую очередь надеваю резиновые сапоги, потому что роса. Дальше иду с вами здесь. Здороваемся. Три поклона. Всегда на кухне. Там уже Володя Чебарничает. И молимся. Мир дома всему. И Христос воскрес. Сейчас еще все еще до Вознесения. Это идет. Совершаем утреннее правило. Это у нас общее правило. Одна, третья часть кофейзма. Это слава называется. Псалтирное чтение. Я в городе, я там считал еще и пасхальный канон. Утреннее молитву. У нас на молитву получается примерно 36 минут. И сразу, я не знаю, сейчас первый итог, наверное, рассчитаешь. Да. С толкованием. Покажем, как у нас в мире есть. Новый завет. Наше издание. С толкованием блаженных делок. И моих комментариях. По крещению и по кропу, и по любви в Слову Божию. А с вами это не пробуют. И вот что я сейчас. Полез голубям. Несколько дней назад, когда я был здесь, я сразу заметил два голубя с путаной ноги у них. Я сказал, что одного вдоль спины коричневого, а другого шапочка, это породистый самый, не сняли. Не сняли? Че? Что? Написанный говорит, который просыпается, что? Серахов говорит, невнимательный. Голуби, два голубя со спутанными ногами. Ну, на ногах у них эти веревочки там эти распушенные. Я говорил, пойти, слышал это? Тоже не слышал. Я говорю, вы зайдите, когда темно, и снимите это. Аккуратненько взять с собой нож, ногу не отрезать только. И аккуратненько это разрезать, и снять, и выбросить. И они так и остались. Днем их нельзя взять. Значит, это нужно делать только в темноте. Утром или вещем, сами решите. Надо распутать. Так они где находятся-то? А? Они где находятся-то? Ну, где? Наверху, на крыше. Нет, а где именно? На полу или где они там? Днем на полу, ночью они в гнездах. А, они с этими летают, что ли? А, они взлетают, там какими-то мелкими вот такими. Ну, так что повесили бы тебе, конечно. И в опорках нет человека, нет проблем, как салит. Я-то думал, посмотреть, живые ли они. Нет, нет, нет. Я еще не взял данные еще. Иосиф ходил здесь, некоторые голубей не вижу. Я их знаю. А он же этого поймал. Хорька поймал в капкан Иосиф. Он залазил туда. Хорьок не мог вытащить в нору его голубя большой. Умертвить-то мог? А? Умертвить-то мог? Умертвить-то мог его? Ну, умертвить. Ну, голубь-то трудно. То есть, все равно бы он увидел там крылья. Огромный голубь. Самого большого голубя нету. А там я... Там... Ну, он говорил, что несколько голубей погибло. Несколько. Слово несколько, это что означает? Не знаю. Сколько погибло, сколько осталось, сколько было. Это небрежение. Как это так? Сколько-то погибло? Отчет до одного человека идет, до одной буковки. Вот и здесь точно та же история. Опять полез. Но сначала я собаку снял. Снял ураган, пошли. Там вот это поле рядом, которое, вот здесь там рядом, около Устиновых. Вчера они его обрабатывали ядом. Потому что мороз ударил, Игорь говорит, и погибло все. А потом начали вылазить хиленькие такие листики оттуда. А на хиленькое там всегда любой кидается. Голубь болеет, болеет на крыше. Коршун сразу ее высчитает. И здесь точно та же история. Три разных жука. Его начали отравить. Я говорю, ты же сам умрешь раньше времени. Терентья стоит. Вы не жильцы. Это яд, сильнейший яд. Ну, противогаз надевают. Не знаю. Я рядом стоял, я думал, что он делает, поливает или что? Стою, рот-то развину, слышу, что горько стало у меня, сейчас голова закружилась. Я тогда попятился. Так это же яд. И я вернулся. И вечером у меня плохо. Я чувствовал, что нет. Я березовки много пил, добавлял мед. С медом и... Молоко можно было, но была среда, молоко нельзя было. Я отравился. Отравился. И особенно это заметно по мощи-испусканию. Боли такие начались. Никогда этого не было. Я долго вечером возился, ходил, чтобы не спать. Но сегодня взял собаку и уже туда не пошел. Потому что там еще я... И пошел здесь, где коровник, иду. Ветки, которые мешают, растет плен. Я все обломал одну сторону, обратно другую. Все, коридор свободен. Значит, урагана я отпускаю. Поводок у меня свободен. Я могу обрясаться им. А шарик на цепке, на цепочке. Его нельзя, он сразу убегает. У него красная черта склонен к побегу, как Навальный. А Алексей говорит, анатолий, что ли, его? Ну, может быть, он не так. Приписывайте, это не знаю. Ну, официально так. Ну, и дальше прошли мимо огородчика. И перед этим я зашел в этот... Который, я говорил, упала ограда, то упала это старый, который... Деник называется, где корова. Вот как старый Деник стал новым. Я подхожу к батюшке. Батюшка, дождь-то прошел большой, а коровы в обед лежат. Ты видел, как они лежат? Нет. Ну, сходи, посмотри. Она, корова лежит, вот настолько жижа. Жижа из ее навоза, навоз называется. Ну, дерьмо коровье, проще сказать. Пометли как. И все это жижа. И вымя, поднятое так, оно полное, оно плавает наверху, в грязи, в воне. Я пошел еще... Ну, а я что сделаю? Батюшка, это не ответ. Ну, нет, люди не знают. Как же так-то? Вы же молоко продаете. И оно не попадает туда. Ну, все равно. Моете вымя. Э, нет, не пойдет так. Благослови, батюшка. А мы начинаем делать новый дених. А новый дених, в котором они находятся. Это много. Это жердей там требуется, может быть, 70 жердей длинных. Столбы надо закопать. Там осмолить. Все сделать. Ворота надо сделать новые. И мы это все сделали с ребятишками за полдня. Ну, и сказали, раз не делали, молока дайте какой-то оброк там. По литре. Сколько-то. Мы обязательно наложим это на них. А иначе вы совсем погибаете. Ну, и сейчас. Вот они берут прутик на корову. Теперь выгоняют и тут же ее бросают. Вот такая палочка, вот такая палочка. Ничего не обломано нигде. Бывает на них гвоздь. И в винике везде валяется. Примерно 15 предметов. Я выбрал оттуда. Выбросил, положил. Потом можно собрать будет. Они не заходят и не смотрят. А мы рядом. А вещи загон тогда был. Они разгородили. А там сетка равна. И соседние. Рядом метров сто. Есть или нет. До Игорева поля. И они пасутся там. Я бегом тогда, что делать? А что делать? Как-то ответ нехороший. Как это что сделать? Раз ты живой, ты что-то можешь делать. А что делать? Затянуть. У нас сетка есть. Мы ее вырезали сколько надо. Залатали. Мы за овечками все время ухаживаем. Я так говорю. Нет. Сколько раз мы их загоняли. И коров. И ремонтируем. Вот. Развалилась. А Валентина моя сестра ей говорит. Ну. Коровник-то разваливается. Где-то отрывает. Бывает корову. Корову гудает. Она ломанулась. Ну так Игнатий приехал. Скажите ему. Сделаешь. Братья. У нас там нет ни коровы. Ни теленка. Еще же вот такие ребята. И вот эти палки я сегодня собрал все. Прошел без денник. Освободил. Вот сейчас чистые. Если ворота не так. Я выберу время обязательно. Сегодня я должен отремонтировать их. Наш материал. Наша работа. И они нас же ломят на каждом шагу. В дорогу, которая есть. Вот вот здесь называется. Подобие Маврийского дуба. Ну и здесь Глушков живет. А когда идти нельзя. Вот только боком там кирпичи накидают по ним. А его мать спрашивала. Ну вот дорогу там делайте. А когда кола Игоря сделаете. Ну я в городе живу. Я не прописан здесь. Когда сделаете. Я понимаю. Это честь оказана. Никто их не может. На это парализованное общество мы. И нанимает трактор. Года четыре нанимали. При виси и увеси его на платформе. Было пятьдесят шестьдесят тысяч. При моей пенсии восемь тысяч тогда было. А дальше работа. За каждый час полторы тысячи. Накормить они сделали. Дежурные. Кормили бульдозериста. Где ему помыться. Все было. А деньги ни рубля нигде. Я в дорогу вложил. Это больше полутора миллионов. Зарыл в землю, как говорят. Все теперь. Пять. Фактически шесть прудов возобновили. Зарыбили ее. Рыбу привозили из дальних сторон. Все. И вот сегодня так же. С палочкой подошли. Я бросаю. Он вывезает. И он прыгает с берега. Берег крутой. Ураганта. Выреплыл. Теперь я ему даю команду апорт. Вот слово апорт. Апорт нести. Нести. По-французски. Вот. А есть такая картина. Называется. Анкор. Еще Анкор. Какой-то там. Ну. Меньший щен. Может ваш рейтенант. С одной звездочкой. С арско-время. И вот. Анкор. Еще Анкор. Ну что за название-то. А этим показывается. Что человек неграмотный. Грубый. Анкор это есть еще. По-французски. Он говорит. Анкор. Еще Анкор. Он Анкор понимает. Что слово DC. И как или что-то. Вот. Одним названием картин. Он весь высотелся. Репин. Там. Рисует картины. Дьякон. И подписал. Рев. Зев. И лупоглазие. Вот. Все. Больше он не на счете способен. Нарадь стоит. Ничего не понимает. Ну и. Подвернется. Если что-то не пропустит мимо. Вот. Значит. Мы обратно. Идем дорогу. Я в другую сторону ветки все это обламываю. Теперь у меня проход свободный. Собаку привязал. Полез к голубям. А там. Который висит отдельный ящик. Ему не подойдешь. Я все обрывал. За ножом надо было спускаться. Ну лень. Ну и. Ну и. Руками оборвал картон. Вначале вниз. А там внизу кто-то населил картон. И вот таким слоем на нем отходы. Я и вытащил. Брату Владимиру отдал. Чтобы он сжег. А то я только голубями занимаюсь. Теперь от голубей вернулся. А попутно пошел рвать траву. Вот что я оборвал. Смотри. Каждый день. Обязательно после еды. Заворачивать. Целлофан надевать. Или тарелкой накрывать. И в холодное место. Если что не доели. В обед будет. Что у меня здесь. Ревень. Принеси. Дальше. Лопух. Одуванчик. Растет здесь бутун. Лук. И чеснок. Зеленые перья. Вот это я все взял сюда. Накрошил мелко. Нарезал. Вот оно какое. Здесь. Посчитать сколько здесь. Сегодня я сюда взял. От кучи листья. Не от кучи. Вот посчитай. По порядку давай. Лук. Перо. Чеснок. Лопух. Одуванчик. Бездомная квартира. Крапива. Крапива сюда много. Вот. Вот. Ревень. Вот. Ну и эти два. И теперь вот этот лук привезенный. Но так как уже сверху. Я попросил брата Владимира привезти в кастрюлю. Хотя сейчас. Чтобы все было перемешано. Я говорю, когда мы обедаем здесь. Их. Вы приносите горячее. Сразу открываете по крышке. И детей. Кто-то увидит. Вы не прилетайте. Горячее. 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 Маленькая кастрюлька. Это я утолол. Вот смотри сколько мы едим миллион. И поэтому это все человеку не подниму. А сколько это стоит? Не рубля. Все свое. Вчера случилось так. Я тут приехал. Когда спрашиваю. Почти 16 часов за компьютером. Книги когда я издавал это. Писал. Больше тысячи статей. Тысячи часов за компьютером. Я выжил глаза. Но я все вижу. Вчера с тобой видели как далеко. И ты видишь. И я как. Ну что. Вот дрели. Меня сильно портил. Мне когда грант болел. Везде обращенность назначают. Вещи. Там лазером. А. И вдруг. Врач. Не женщина. Мужчина. Он смотрел. Там эти буквы. Да у вас орлиный взгляд. О. Как это мне было дорого. Я теперь этим козыряю. А как. Но на ноготь. Вот постригал. Но я же вас сильно виновата. Все жена. Это она мне дала ее еще. И вот она. Давай я здесь у глаза протру. Я не люблю когда мой глаз лазит. Я по лесам. И щитнул. Вот. Только что астерик. И попал вирус какой-то. Бактерия. И семь лет я мучился. Дорога ездил. Все время там. Чтобы маленько хоть видеть то где-то. И вдруг стал опять видеть. После операции на позвоночнике. Я не мог кладиться. Вот только вот так. Мне нельзя было сидеть. Можно и лежать и стоять. А я все время болился. И вдруг хруст у нас что-то. Вот я теперь могу совершать полный пахлом. Даже пол достать. Вот. Это вот где-то на пятый год у меня такое получается. Я все давил и давил и давил. Видимо еще там потел. А Господь говорит сколько можно мучить. Дам я ему эту радость. Вот смотри. Мне молоко только чуть-чуть с кусочком. А вот. Простокваша. Да еще старается не больше сметаны туда. Вот с этим я согласен. Теперь яблоки. Яблоки. Я вырезаю из них все. Этому яблоко. Этому яблоко. Это моя работа. Дальше орехи нам дали. Грецкий орех. Александра Михайловна. Александра Михайловна. А? Александра Михайловна. Она все подкармливает нас. Гончарук. Но я. Говорю. Я его. Один съем я люблю. Но не тронул ни одного ореха. А привез сюда. С гостями. Поделили. Получил на три четыре. По шесть штук. Это не все. Дальше. Вчера мне нужно было морковку. А я с чего начал-то? Ты говорит. Ну я не спрашивай. Я так вины. Я сам не знаю с чего начал я. И вот здесь. Мне нужна морковка. А морковки нет. Укончилось. Я чувствую. Это необходимое главное. Каротин. И как закапывают капли. Каротиновые называются. И вот. Я к кому. Первым делом я поеду. К одному знакомому. У нас как бы. Ну не прозвище. Как сказать. Ну такая характерная черта. Затычка скажет. Или что-то. И здесь одна у нас есть женщина. И ей как бы прозвище. Золотая женщина. Я туда в этот дом пришел. Вышел. Сын. Постучал в одно. Вот. Ходит. Степа. Я говорю. Мама дома. Я вижу. Отец в огороде копается. Еще до завтрака. Или послезавтрака. Вот. Маме некогда. Как? Я пришел. Маме выйти некогда. Значит она молится. Важнее меня только Бог. Нет. Не молится. Если в баню. Она не могла. В баню во дворе. Если она пока одевается. Ну ладно. Отец подошел. Я говорю. Мне бы морковки сколько? Ну он взял тогда. Пошел. И дал. Сколько-то. У нас совсем почти нету. И поговорили. Теперь я ему тру. И сказал. Я вам не дам. Здесь же я свои яблоки потер. Вот оно где. Я говорю. Не дам. Но все равно дам. Но только вы должны знать. Что это уже сверх меры. Тут еще. Каждый раз дается по прянику. Посмотри. По прянику. Государственному. Это конечно деньги. Вот. Суп уже дали. Ну и. Вышел. И ушел. И вечером. Санька-то напевал. Я сейчас там копаюсь. Кто-то. Сзади ко мне подходит. Она улыбается. Сяблой. Керина та самая. Мать-то их. Игнатий Тихонов. Да простите меня. Да. Я не пойму. Что же такое сделала она. Ну. Сказали что некое. Я по телефону разговариваю. Откуда он взял что некое. Я вышел. А вас уже нету. Вот представь себе. Какое у нее чувство. Поэтому. Все у нее идет. Так как надо. С Андреем они живут уже. Детей выдают замуж. Сын рядом строится. Значит. Кто еще там у них. Дочь выдала замуж. За сына священника. Как раз. Его. Этот сын священника. У меня в лагере было. Я характеристику детям давал. За год была лучшая характеристика. И нашли в книгах моих. Иван то какая характеристика. Ну и отец еще раз подошел. Мать посоветовал. Дочь отдаем мне. Хорошо ли ей там будет. Я говорю. Придумать даже нельзя лучше. До того работящий парень. До того честный. Справедливый. Видит где. Прям бросается на помощь. Надо было ветки обрезать. Кого пошлешь. Он уже с моей ножовкой. Уже наверху все это обрезает. Деревья. Надежда Васильевна стирает. Он в воду там везти. Давай. Все сам делает. Ну я же спрашиваю еще раз. Ну как. Да жалоб нет. Я говорю. Довольно. Ну да. Вот и вторую дочку береги. Я могу наказать только одно. Чтобы не вышла за неверующий. За старый блядца. Погубить все. Под корень. Ничего не надо. И вот она пришла. Я говорю. Вечером. Я уже забыл про это. С целого дела работали. И она еще смеется сама. Ну простите. Вот сказал неправильно. Неужели я думаю. Ну такие наши отношения хорошие. Игру попортили. Андрей еще говорит. Вчера я пришел за молоком. Степа там ходит. Он еще про Степу говорит. Он выйдет на улицу. И что-нибудь забудет. И стучится в окно. Вынесите мне. В чем? Добрый. Начальник. Да. Судья такая. Представь. Даже один у нас тут был пьяница. И то. Вот. Это женщина золотая. Еще она. Золотая лимота. Не знаю. Похмелиться дала. Или еще. Вот для него сам это высшая шкала. Вот я показал. Что сейчас здесь. И кроме того. Братья наши набрали. Это березовый сок. Свежий. Он замороженный был. Вчера я принесла. Взморозили. Здесь уже все налили. Сейчас садимся есть. Ну ладно. Мы потеряли время. Как будто маленькое. Но показать. Ааа. Деревня. Ну что. Деревня. Да. Деревня. Ну мы скажем. Я маленький был. Еще в школе учился. А тут приехали городские. Их обзывали. Городская бошь. Куда ползешь. А под кровать. Картошку воровать. У них еще нету. И учительница так дальше. Погнал отцу моему. Букваль. За ведро картошки. И я его осилил. Не знаю. За сколько. Ну. Пошел в школу. В шесть лет. А до шести лет. Я отцу читал. Газеты районные. До того. Мне грамота нравилась. Попутно там все сказать. Поэтому. Вот такая. Если она душа есть. То вокруг. Она себя. Как говорится. Люди особые. Доброты. Сылает. Из всех женщин. А одна только. Приходила. Незократно. Вот у меня. Дети растут. Не такие. Как надо. Она сокрушается. Я говорю. Давай помолимся. Я еще могу сказать. Вот там пошли. А вот. Постный день. Он в холодильник залез. Да там яйцо съел. Ну мне же не завтра. Хоть сколько. На среда же. Вот как Бог делает. Одна заботит. Но другие есть. Которые хуже намного. И никогда не один. Поврожде родителей. И детей на травы. А это все дети. И все расположенные. А вот. Племянник мой. Муж. Андрей. Андрей Владимирович. Ну вот так. Тут еще вот я вижу. В чашке-то. Не заметили. Какое-то варенье или что? Это была замороженная земляника. Ааа. Лубника. Лубника. Лубника поливать. У меня ложка своя. Я ее туда прячусь. Лопали. Что вот это не съедим. Я же взял. Для чего. Для того, чтобы перемешать. Вот. Теперь я перемешал. И сейчас мы будем брать. Кому надо. А сколько брать надо. Я показываю. Где у нас чашки-то. А это не только выводы даже. Вот. Вот. Игнать Тихонович. Ага. Я беру себе. Вот. Смотри как. Чтобы было видно. Накладываю. Это общее уже. Я много ем ее. Так вам другую чашку надо. Вот. Смотри сколько. Это я на раз только сколько. Теперь она же падает. Как это надо. спагетти. Лапша. Я вот так беру ее. И никому. Я не заедаю. Я у нее сейчас что замерз. Очень удобно. Немножко на сушки падает. Вот. Все. Куда садимся. Хреб у тебя свой. Хреб тоже пек свой. Хреб тоже пек свой. Ну. Мука важна. Наполовину. А вместо дрожжей. Закваска. И мед. Я люблю отодвигать подальше. Вот. Я покажу как. Отодвигать. Вот так. Прямо подальше. А теперь я сажусь и есть. У меня ложка. Отдельная. Я совсем ее не путаю. Она в целлофанчике. И. Если ешь. Еще то упадет. Тебя на колени. А когда. Завет. Вот так вот. Оно упадет. Да. Мимо. Все. А там можно подвести. Да. Садись с нами. С этим я с вами не согласен. Ну давай. Покажу как не согласен. Все. 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 Все.